Друзья, и мы с вами будем начинать. Полчаса мы будем говорить о том, какие же кочинговые инструменты мы можем использовать в вузовском образовании. Меня зовут Елена Фарба. Я как раз сразу открою следующий слайдик. Чем я занимаюсь? На протяжении 15 лет я работаю со студентами. То есть в этом году уже больше даже 15 лет. Практически всю мою профессиональную деятельность я параллельно с тренингами провожу занятия со студентами. Я являюсь доцентом Государственного университета управления в Москве. И также работаю со слушателями на программах MBA. Ну и также со взрослыми, конечно, как тренер и как коуч я работаю. А что касается тренинга и коучинга, сначала в мою жизнь пришел тренинг. Это было еще в 2001 году. Затем в 2009 я начала изучать коучинг. И до сих пор, собственно, остановиться не могу. До сих пор изучаю коучинг. И, конечно, то, чем я горю, то, что мне близко и что нравится, естественным образом проникает в мою профессиональную деятельность и к моим студентам. И если в начале 2000-х они радовались тренерским всевозможным инструментам и техникам, то вот начиная с 2009 года я все больше стала применять коучинговый подход, коучинговые инструменты для того, чтобы с ними работать. Сейчас в ВУЗе у меня четыре дисциплины. Деловое общение. Моя основная дисциплина, которая со мной на протяжении всех этих лет. Второе – это управление человеческими ресурсами. Затем тренинг коммуникативной компетентности. И также интересный дополнительный курс по выбору, на который приходит подавляющее большинство студентов. Как показывает практика, им это очень интересно и важно. Это развитие эмоционального интеллекта. То есть, как вы понимаете, уже сама тематика моих дисциплин просто приглашает. Да, конечно, и тренинг, и коучинг нужно использовать. Что же в этом мастер-классе мне хотелось бы рассказать, чем поделиться? Ну, во-первых, сфокусировать ваше внимание на том важном, что мы как преподаватели должны учитывать, или хорошо бы, как если бы мы это делали, для того, чтобы создавать действительно творческую, творческую, коучинговую, поддерживающую среду, где бы вот эти коучинговые инструменты могли разворачиваться интенсивно, творчески, вдохновляюще. И второе – это рассказать, провести металлогический анализ, ну, по сути, рассказать, поделиться рабочим планом, тем, из чего состоит одно из моих занятий в коучинговом подходе. Когда, по сути, все занятие построено на том, что я как преподаватель создаю определенные процедуры, задаю коучинговые вопросы, а моя аудитория работает, отвечает на них и тем самым продвигается в освоении темы. Вот это важно. То есть мы не просто что-то такое рассуждаем, исследуем, а мы осваиваем новую тему. В качестве фундамента я использую коучинговую стрелу, и огромное спасибо Мэрилина Аткинсон и Международному Эриксонскому университету коучинга, где я обрела этот инструмент, коучинговая стрела, и здесь я пишу как мета-структура. Ну, по сути, почему мета-структура? Это мне напоминает матрешку. Матрешки, они вот такие разных размеров, да, и одна в другую вкладываются, такие матрешечки, так они устроены, это их природа матрешечная. И также коучинговая стрела, она присутствует как внутри того или иного инструмента, когда мы проверяем, ну, к тому моменту, конечно, уже существует контакт, рапорт, когда мы проверяем, сверяемся, как мы вообще вместе взаимодействуем, когда мы проясняем цели и так далее, и так далее, и завершаем мы шагами, ценностью, благодарностью. Также в рамках занятия мы проходим, то есть матрешка побольше, когда уже в рамках занятия я как преподаватель забочусь о том, чтобы мы прошли по стреле, опять-таки начали с уточнения, с усиления, с очищения нашего рапорта и завершили ценностью, благодарностью. И, разумеется, в рамках всего курса целиком, то есть также это такая самая большая матрешка, когда я забочусь о том, чтобы все эти этапы соблюдались. И для нас с вами это замечательный диагностический инструмент, потому что кроме того, что это набор конкретных задач, которые мы решаем, но это ведь еще и диагностика. То есть мы можем проверить, где важно докрутить. Если мы понимаем, что, ну как вот, знаете, движение идет недостаточно интенсивно, то куда добавить нашей энергии, куда добавить нашего внимания преподавательского. Итак, самое важное, по сути, и я думаю, что мои коллеги об этом много уже говорили сегодня, будут говорить, потому что коучинг, он существует в поле экологичного, гармоничного, поддерживающего взаимодействия, в соединенности каждого человека с собой. И если это групповое взаимодействие, групповые коучинговые процедуры, тогда соединенности людей и друг с другом еще. Поэтому мы, дорогие преподаватели, с вами заботимся о формировании этого поля экологичного взаимодействия. И для этого существует огромное количество разных инструментов. Спасибо тренерству, спасибо техникам фасилитации, которые я также изучала. И это все то, что помогает нам усилиться и создать такую атмосферу, когда действительно наши студенты будут переполнены идеями, но не просто какими-нибудь, потому что у студентов такая же природа, как у сахара, быть сладким, так у студентов быть переполненными идеями. А ровно те идеи, которые помогут им продвинуться к их целям, лучше освоить курс. И я сегодня, кстати говоря, отдельным слайдом выделила алгоритм, поддерживающий обратной связи, потому что, казалось бы, в УЗИ, который является прямым продолжением школы, и это тренинг оценочности, да, а мы создаем с вами поддерживающие экологичные взаимодействия, где создаем пространство без оценочности. И как именно это делать, я расскажу. Это будет сегодня также. Итак, что касается подготовительных процедур, действительно коучинговый подход предполагает определенные вводные, которые нам с вами важно учитывать. Ну, во-первых, первые два пункта – это опять-таки про рапорт, про устойчивый доверительный контакт, про возможность людям раскрываться. И в первом обеспечении рапорта между преподавателем и студентами я бы хотела подчеркнуть, что если мы берем с вами транзактный анализ Берна, то есть три роли внутри нас, каждого из нас, да, родитель, взрослый и дитя, ребенок. И очевидно, что высшая школа, она, собственно, апологет менторинга, когда преподаватель выступает из родительской роли. Вот в данном случае, вот конкретно в заданных мероприятиях и в занятиях в коучинговом подходе, мы с вами, дорогие друзья, переходим во взрослую позицию. Мы выстраиваем партнерское взаимодействие. Как именно это осуществляется, я думаю, будет понятнее, когда дойду до примеров и практики. Второй важный момент, который не всегда учитывается, что между студентами также важно, чтобы был рапорт, чтобы сами студенты между собой установили контакт. И в этом, кстати, еще один огромный неоспоримый плюс того, что мы вводим тренинговые и коучинговые процедуры в наши занятия. Я столкнулась с тем, вот на протяжении многих лет, вот сейчас ко мне малыши приходят, это второй курс, а вообще на протяжении больше 10 лет я работала с выпускными группами, пятый курс. Тогда еще был специалитет, вот бакалавры, магистры возникли позже. И ко мне приходят ребята, которые пять лет вместе, уже взрослые ребята, уже работают. И оказывается, что, вы знаете, вот эта стихийная дружба, которая когда-то вдруг как-то сложилась, так и продолжается, что студенты внутри своих групп могут даже не взаимодействовать. Представляете, то есть пять лет, бок о бок, столько всяких интересных открытий они делали и оставались за стеклянной стеной. Так вот, такого рода занятия, конечно же, очень усиливают контакт и качество пребывания студентов в ВУЗе, качество контакта с собой. И даже это влияет на многие вещи, на уверенность и на возможность проявлять себя во внешнем мире, не только в ВУЗе. Вот это, ой, извините, я случайно перелеснула, это как раз про раппорт студентов друг с другом. И мы об этом также заботимся. Процедур у нас для этого достаточно. Третье – это четкая, мотивирующая, согласованная цель. И также я это специальным образом подчеркиваю здесь, поскольку, очевидно, у нас, как у преподавателей, есть курс. И в этом курсе есть цель. И это такая внешне обусловленная цель с позиции научного знания, как угодно, то есть неких задач курса. И понятное дело, что эта цель-то есть, но является ли она разделяемой и важной для наших студентов – это большой вопрос. И в том случае, если мы просто декларируем эту цель, не заботясь о том, чтобы совместить с интересами каждого отдельно взятого студента, таким образом это и проходит. Знаете, так, серия любопытненько. Но погружаться в это не очень готовы студенты, так сказать, когда эта цель непонятна, для чего конкретной группе, конкретным людям нужна реализация этой цели. Поэтому мы в обязательном порядке, даже когда есть, она всегда есть, эта цель, мы задаем коучинговые вопросы. Например, как вы думаете, почему для нас с вами важно разобраться в этой теме? А что изучение этой темы дает вам в вашей и далее в контексты мы увозим? То есть есть разные, опять-таки, процедуры, главное, чтобы мы об этом позаботились. Четвертое – организация пространства и реквизит для запуска коучинговых процессов. Это, конечно, больной вопрос. Мне долгое время везло, у меня была такая специальная аудитория с овальным столом, хотя стол, конечно, тоже нам не нужен, но это лучше, чем парты и скамьи, особенно, так сказать, приделанные крепко-накрепко парты к столам. Но мы, тем не менее, все равно понимаем, что в процессе занятия студенты объединяются в подгруппы, студенты перемещаются. И это мы заранее продумываем. Если есть возможность получить для занятий аудиторию без столов, только со стульями, это, конечно, идеальная ситуация. Что касается реквизита, из того, что в обязательном порядке у вас с собой, ну, у меня с собой, скажем так, всегда есть. Это колокольчик для того, чтобы запускать, ставить на паузу и останавливать групповые процессы. Очень полезная штука, доложу я вам, поскольку сразу привлекает внимание, действует быстро и не дает нам, преподавателям, выйти из коуч-позиции в третий раз, повышая голос, говоря, дорогие друзья, ваше время истекло, да, на обсуждение. Следующее, это, ну, так называемый тренерский мячик, это возможность передавать ход и делать высказывания. И здорово, если это какой-то действительно тренерский, может быть, мячик мягкий или какая-то мягкая игрушка, то есть то, что вы можете перекидывать, не травмируя общественность, и что студенты могут перекидывать друг к другу, отвечая на тот или иной вопрос, создавая вот такую динамику, перемешивая ответы. Следующее, это стикеры, так называемые, ну, вот эти карточки пустыть с клеющимся краем. К сожалению, в узыске аудитории редко приспособлены для флипчартов, имеют флипчарты, поэтому пустыть, и они нас в этом выручают. Ну, вот, наверное, вот это основное, да, что, да, и, конечно, маркеры. Так, я пытаюсь найти свет, солнышко уходит. И, конечно, маркеры, пусть их будет много, пусть они будут разного цвета. И, кстати, еще здорово, если вы используете какой-то стимульный материал, который позволяет быстро и интересно объединять студентов под группы, пожалуйста, тоже берите с собой. Я рекомендую использовать интересные картинки, красивые картинки из журналов. Вы можете заранее 5, 6, 7, 8, 9, 10 этих картинок вырвать, а потом по количеству групп, соответственно, сколько групп, столько картинок вы будете использовать, и разделить количество этих групп, посмотреть, сколько студентов, разрезать на соответствующее количество пазлов и раздать студентам эти пазлики, и они сами находят свои подгруппы. То есть это тоже то, о чем вы можете позаботиться заранее, сделав распределение подгруппы интересным. Так, 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 дальше. Пум-пум-пум, предварительная информационная подготовка студентов. И вы знаете, действительно, у нас бывают такие темы, когда, казалось бы, студентам есть на чем основываться, да, у них есть некий интуитивный опыт, но, например, как раз то занятие, которое я вам расскажу, оно вот такое, то есть есть на чем студентам основываться. Это будет про эффективную слайд-презентацию. Бывает, что это какое-то новое информационное поле, и тогда, пожалуйста, заранее вышлите материалы или передайте список литературы, чтобы студенты подходили информационно уже наполненные, и тогда у вас также есть возможность разворачивать поле для коучинговых процедур. Итак, особая роль преподавателя – это, первое, это вывод в «мы». Это как раз то, что нам важно в процессе креатива, совместного творчества, ответа на разные вопросы. Это когда мы осознаем другого как ценность. Что такое состояние «я»? Я нахожусь в контакте с собой, мне интересны мои цели, мои задачи. Я в своем мире, я со своими мыслями, со своими идеями. И тогда получается, что люди, в том случае, если другие студенты высказываются так, как я разделяю, мое мировоззрение такое же, ну и хорошо, все прекрасно. Но если возникает какое-то мнение, которое расходится с моим мнением, тогда у меня это может возникать разные эмоции, негативные эмоции, даже раздражение. Как это так? Потому что я в состоянии «я» нахожусь. Что происходит в состоянии «мы»? Состояние «мы», которое мы создаем нашими коучинговыми и тренинговыми процедурами, помогает другое мнение, даже если оно абсолютно отличается от нашего, воспринимать как ценность. Больше скажу, радоваться тому, что есть настолько диаметрально противоположное мнение. И я думаю, уважаемые коучи, тренеры, преподаватели, вы уже с этим сталкивались сами многократно. Когда вы осознаете вот это пространство идей и понимаете, как мы обогащаем друг друга. То есть мы, как преподаватели, создаем это пространство. Состояние «мы». Опять-таки через рапорт, через тренерские коучинговые процедуры я об этом еще скажу. Что касается того, за что мы отвечаем, это управление групповой динамикой, процедурное лидерство. Мы запускаем процедуры, мы сохраняем коуч-позицию, и мы из коуч-позиции даем те или иные инструкции. И обязательно третий пункт – следим за регламентом. При том, что вдохновение в процессе коучинга у студентов зашкаливает. Я доложу вам, что сейчас дополнительная ДПВ, так называемая, дополнительная дисциплина, развитие эмоционального интеллекта – это такая интимно-кулуарная вещь. И я, откровенно говоря, не рассчитываю, что их придет такое количество. То есть они приходят, они приходят каждый раз, и еще кого-то с собой приводят. Потому что для них это очень важно и ценно – побыть в пространстве творчества, соединенности с собой, друг с другом и так далее. И это, конечно, увлекает. Но, друзья мои, любая процедура, особенно если это мозговой штурм, является энергозатратной и имеет какое-то оптимальное время. Поэтому, пожалуйста, заботитесь о том, чтобы ваше обсуждение и ваше размышление, и размышление, разумеется, я ваше подразумеваю студентов и вас, да, то есть под групп, не затягивались. Вот вы за это в ответе, друзья. И относительно колокольчиков, я вижу комментарий, есть замечательное правило, когда вы колокольчиком показываете не только финальную точку, потому что действительность может остаться незакрытым. Кто-то что-то не договорил, и очень хочется туда вернуться мысленно и эмоционально к обсуждению. А когда прошло половина времени группового обсуждения, об этом сигнализируйте. Когда прошло три минуты, об этом сигнализируйте. Когда осталась одна минута, вы тоже говорите, друзья, нельзя это с колокольчиком, можно и голосом в данном случае осталась одна минута, и переходим к презентациям. Понятно, да? То есть таким образом вы помогаете группе структурировать свою работу и регламент таким образом соблюдать, чтобы энергия сохранялась на высоком уровне. Теперь, собственно говоря, мы переходим, у нас как раз есть половина времени, 15 минут, на то, чтобы разобраться, что же конкретно происходило на занятии. У меня, знаете, было сомнение, какое занятие рассказывать, потому что вот только что, как раз завершилось, сегодня вот буквально завершилось занятие, также в коучинговом подходе, а других-то я, собственно, уже и не веду. Я думаю, рассказать вам прямо горяченькое, с полу-жару, но решила все-таки заготовленное рассказать, потому что вы сможете, если вдруг какие-то вопросы у вас еще останутся по структуре, по алгоритму, вы сможете прочитать подробную статью, где все очень подробно я описываю, на сайте академики.бис, в разделе «Тренеры» найти меня, Фарба, и, соответственно, заглянуть туда и прочитать, вспомнить, использовать этот алгоритм. Поэтому я решила, вот так сказать, раз шпагалка есть, то вот это и рассказывать. Итак, тема у нас обсуждалась на курсе «Деловое общение» «Эффективная слайд-презентация». И до занятия студенты получили такое задание выбрать какой-то любой, совершенно на любую тематику слайд, самый главный критерий, чтобы он казался студенту самым-самым эффективным, по-настоящему прекрасным, качественным, эффективным этот слайд. И кроме того, мы с ребятами, ну так сказать, да, я задала вопрос ребятам, и мы с ребятами выбрали капитана, кто захотел стать тем человеком, который отвечает за то, чтобы еще до занятия собрать эти слайды. То есть ответственность ребят была в том, чтобы выслать эти слайды. Ответственность капитана, чтобы собрать в единую слайд-презентацию эти разрозненные слайды. Причем внимание анонимно. То есть ни автора слайда, ни кто прислал. Вот этого указывать было нельзя. То есть важно, чтобы мы сохраняли вот эту вот анонимность. Поймете дальше почему. И соответственно также ребята получили инструкции предварительно, что в начале занятия их задача будет настроить технику, проектор и подготовить к просмотру эту слайд-презентацию. Очень рекомендую вам тоже так делать, работая со студентами, как можно больше включать их. Главное создать договоренность заранее, чтобы это не было стихийно. И они понимали, когда и что им делать. Они прекрасно умеют распределять роли и делать что-то сообща. Ну так вот. И когда мы начали занятия на этапе установления контакта, вот скорее оживления нашего контакта, мы сделали разминку на внимание. Разминок существует масса. Ну в частности можно делать такую разминку, когда все представляют себе поле как будто для крестиков ноликов в центре представляют. В центре сажают мушку и по очереди друг за дружкой студенты двигают эту мушку. Задача, чтобы мушка не вылетела с поля. То есть, чтобы она удерживалась в поле. Ну и таких разминок на самом деле масса. И после этого мы с ними поговорили о том, на что же будет направлено наше занятие, почему эта тема важна, где они используют слайды, для чего они их уже использовали и для чего они планируют их использовать в дальнейшем. И далее мы просматривали это слайд-шоу. У каждого студента было задание индивидуально на отдельном неподписанном листочке проставить каждому слайду балл от 1 до 10. Критерий этой шкалы очень простой. Критерий, насколько нравится тот или иной слайд. Абсолютно субъективный внутренний критерий. И каждый студент на своем листочке писал номер слайда первый, как они шли по порядку и балл. После того, как все слайды были просмотрены, все баллы были проставлены, после этого листы с баллами передались счетной комиссии. И также я задала вопрос, кто из вас, ребята, хорошо умеет читать и кто хочет быть счетной комиссией. В счетную комиссию приглашайте, пожалуйста, не одного человека, но как минимум двоих-троих, тогда им это веселее, быстрее и так далее. Передается счетной комиссии листы, а в это время мы с остальной группой создаем основу, фундамент для последующего анализа слайдов. Каким образом? Ну, например, я вот такие коучинговые вопросы задавала, как вы считаете, вообще каковы функции слайдов? Для чего используется слайд-шоу в публичном выступлении? Чем оно помогает оратору? Чем слайд-шоу помогает аудитории, слушателям? Ну, если, например, счетная комиссия достаточно длительное время ведет подсчеты, вы можете уже пойти в большую конкретику, задать вопрос, при каких условиях вы ставили десятки тому или иному слайду, что вам особенно нравилось и так далее. Кстати, ответы на вопрос «Для чего слайд-шоу?», какие функции слайды выполняют в публичном выступлении? Ответы на этот вопрос я как тренер фиксирую на доске под заголовком «Эффективная слайд-презентация» или «Функция эффективной слайд-презентации». Это как раз то, что нам понадобится в дальнейшем для анализа. Дальше счетная комиссия передает мне результаты и я объявляю те слайды 3-5, ну, в зависимости от лимита времени, которые стали лидерскими, которые набрали больше всего баллов. Но, очевидно, те слайды, которые набрали меньше всего баллов, не обязательно озвучивать. Для нас важнее то, что сделало слайды эффективными. И дальше, друзья, возможно, два пути. Если у вас позволяет время, вы можете тогда каждый слайд обсуждать. И плюс, чтобы ребята сами догадывались, как они думают, какой средний балл был выставлен этому слайду и так далее. Но если у вас одна пара, тогда сразу переходим к лидерскому слайду, акцентируясь на том, что понравилось, что сработало. Потому что, друзья, это не просто уже собранные от каждого понравившиеся слайды, но это еще и те, которые победили в таком мини-конкурсе. И поэтому важно вот этот вкус победы сохранить. И проводим анализ мы по алгоритму поддерживающей обратной связи, о которой я обязательно расскажу. Об этом помню. Что касается дальнейшей нашей работы. Когда проходит это обсуждение, это очень интересно, очень много разных аспектов затрагивается. И вы, как преподаватель, также можете что-то свое добавлять в рамках общего обсуждения, сохраняя вот эту позицию взрослой-взрослой, когда мы приветствуем каждое мнение. Единственное, что мы его калибруем относительно цели. Как это нас продвигает к эффективной слайд-презентации, как тот или иной параметр, озвученный студентами, помогает нам с учетом тех функций, которые мы уже выделили, которые записаны на доске. После того, как эти лидерские, например, или все слайды проанализированы, после этого мы как раз-таки объединяемся в подгруппы. Ну вот, например, вот этими пазликами. И подгрупп в данном случае, я предлагаю сделать пять. Первое – это требования к оформлению. Второе – количество качества текста на слайде. Третье – требования к картинке. Четвертое – требования к анимации и задачи, которые решаются слайд-шоу. Вот такие пять групп. И, соответственно, задача каждой подгруппы – сформулировать на основе проведенного обсуждения, вот это важно, то есть уже есть то, что актуализировано, то, что уже существует среди нас, как некое такое живое знание. И зафиксировать как раз, ну, как если бы был хлипчарт на листах хлипчарта у каждой команды свой, с учетом того, что это бывает редко, на вот этих вот карточках по принципу «одна идея – одна карточка». И как можно больше этих идей за время, время обычно дается 10-15 минут, не больше этого достаточно, студенты вообще народ быстрый. И после этого мы переходим к презентации. На презентацию каждой команде дается 5 минут, но прежде на этапе инструкции я всегда говорю ребятам, что, друзья, вот прямо сейчас мы с вами не просто подытоживаем наше обсуждение, выслушиваем команду, а мы создаем то, что будем потом сами же использовать. Поэтому, пожалуйста, очень внимательно слушайте и делайте себе пометки. В частности, домашнее задание, логичное после этого занятия, это каждому студенту создать слайд-презентацию эффективную с учетом названных критериев, с учетом того, что мы обсудили и выработали. Поэтому уже, да, важно слушать и фиксировать. Итак, каждая команда выступает и сразу после презентации я предлагаю ребятам задать такую квоту. Создаю из трех вопросов. Три вопроса к презентующей команде. И еще, кстати, тоже делюсь такой находкой своей. Вот я предлагаю выступившей команде также задать три вопроса аудитории. Вот кажется парадоксально, но это проходит очень интересно, когда тема, ведь она действительно важна для всех, независимо от того, кто в какую команду попал. И когда ребята сами, пожив в этой теме, поварившись, начинают задавать вопросы аудитории, возникают порой необыкновенно интересные обсуждения. Итак, что происходит дальше? Далее мы выходим на шаги. И я предлагаю вам домашнее задание и также спрашиваю, с чего вы начнете продвигаться к совершенствованию своих навыков в создании эффективных слайд-презентаций за ближайшие 48 часов. Опять-таки, не 72, студенты очень быстренькие, поэтому для них специально, я немножко сокращаю это время, сегодня и завтра, что уже вы сделаете в ближайшие два дня для того, чтобы усилить свои навыки человека, создающего качественные слайды. И в финале мы, разумеется, вопросом о ценности, что стало самым ценным, что вы носите для себя. Также это можно проводить в разных форматах, в частности, в формате фасилитации, когда я как преподаватель задаю этот вопрос, и ребята на него отвечают. И в том случае, если с высказанным мнением согласны, я приглашаю остальных, кто-то высказывается, остальные поднимают руку. Это, кстати, тоже очень удобный фасилитационный прием, когда ребята не высказались, кажется, но они поучаствовали и таким образом активны. Ну и наконец, собственно, что домашнее задание и высылается список литературы. Уже теперь можно подытожить, когда это знание прожито, взято изнутри, и ребята получают дополнительную информацию из качественной, хорошей литературы на тему, как же создается эффективная слайд-презентация от разных известных авторов. Ну что же, и у нас с вами остается три минуты. Это был такой краткий обзор одного из занятий в коучинговом подходе. Вы, наверное, заметили, что это занятие было практически целиком построено, ну, собственно, целиком на коучинговых вопросах. И я бы хотела добавить алгоритм, поддерживающий, развивающий обратные связи. В случае, если у вас появятся вопросы, вы также там же можете найти на сайте академики.бис, где моя основная прописка. Как тренера Международной школы для бизнес-тренеров в том числе, не только доцента университета, вы сможете найти статью на эту тему. Итак, первое, о чем мы спрашиваем и что мы обсуждаем, это что сработало, что понравилось, что было хорошо, при том независимо от темы. Всякий раз, когда ребята что-то демонстрируют, что-то разрабатывают, мы говорим об этом сначала. И это тоже, хотя ребята молодые, казалось бы, да, не столько лет у них практики жизни в оценках, но они действительно в этой среде пребывают. Поэтому для них это бывает как некий такой разрыв шаблона, вдруг осознать, что их спрашивают, что было хорошо. И потихонечку, конечно, это прививается. И также воспитывают уважение друг к другу, особенно, когда они слышат какие-то слова. Причем важно, чтобы это было конкретно, друзья. Не вообще, а в частности. Очень в частности. И вторым пулом, таким кругом обсуждение движется, какие есть еще идеи. И здесь крайне важно, друзья, ваше внутреннее ощущение. Вы, как ведущий, создаете это пространство. И пребывая в этом пространстве, показываете, что вы, как любопытный исследователь, с любопытством спрашиваете их, а какие еще у вас творческие идеи, как еще это можно сделать, какие еще есть варианты. Заметьте, да, что мы с вами смотрим в настоящее, в будущее. И в случае, если высказываются какие-то критичные оценки, мы говорим о том, что спасибо, а что бы предложил тогда. Что бы предложил вместо этого, что бы предложил тогда. Сейчас немножко гляну в чат. Пум-пум-пум. Можно ссылку на свой сайт. Хорошо. Тогда я это пришлю в чат, поскольку время наше завершается. И вот как раз у нас остается, да, но об этом я уже сказала. Мой вопрос по структуре. Что для вас оказалось самым ценным? Что бы вы для себя взяли, как преподаватель высшей школы или как человек, работающий в коучинговом подходе с группами? Сделайте себе какие-то заметки. Я надеюсь, что мой мастер-класс коротенький оказался для вас полезным. Я вас благодарю и с радостью передаю Анне Слово. Всего всем доброго.